Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. Боже мой, как давно я об этом не говорила. Я не знаю, почему я приехала в новое место, я говорю мои старые фразы, и это Лиана. Всем привет! Вы наверняка ее знаете, потому что она очень часто снимает видео с проверкой тикток-рецептов. И сегодня, потому что я приехала к ней домой, в K-Camp, K-Camp House, кстати, да, я к ним не переехала, я к ним приехала, может быть, наверное, я не знаю, просто в инстаграме мне постоянно уже пишут, кто знает, кто знает. Давайте наберем 100 миллионов тысяч лайков, тогда я перееду к ним в хаус. Под лестницу. Лиана сказала, что я могу поселиться вот там. Кстати говоря, здесь не так уж и плохо, потому что если перевернуть это сердечко, которое похоже на задницу, можно увидеть вот это. Срочно набираем 100 миллионов тысяч лайков, и тогда Лиса будет здесь жить. Кстати, весьма уютно, здесь можно даже прилечь, потому что, блин, нас ушла здесь весьма лить. Тебе по размерчику? Нет, по размеру, только, наверное, некомфортно будет, если кто-то будет ходить сверху. А давай ты пройдешь, и я послушаю, будет ли слышать звук. Лиана, это ты ходишь, или что там происходит? Это потоп. Мне кажется, сейчас на меня обвалится стена, блин, вот это будет... Оооо, это что за народ только что было? Аниме. Ну что, готовы кушать? Мы подобрали несколько рецептов, и эти рецепты очень простые и идеально подойдут на лето. Лиана вынуждена была пристись, потому что если я не буду ставить на носки, а она не будет выпрямляться, то выглядит это вот так. Стоит нормально? Холло, да. Я думаю, стоит начать, конечно же, с соленого, а потом со сладкого. А знаешь, что тут сладкое? То, что за тебя стоит. Ха! Расскажите мне, пожалуйста, про всех этих авангаев. Почему этот авангай выглядит как отец, а этот авангай выглядит как сын, а это что за авангай, простите? Я считаю, это видео нужно брать миллион просмотров, потому что авангай будет готовить с нами. Авангай проверяет лайфхаки. Вы давно вообще видели такой контент? Пойдем, Вань. Почему у него нет ноги, Лиана? Где нога? Где нога? У нас авангай в видео будет. Будет много просмотров. Мы проверили клубнику на червей в моем ролике, так что переходите, смотрите, ставьте лайк. Яйца, овощи, хлеб. Берем овощи, у нас был только лук и перец, поэтому у нас будет только лук и перец. Яйцо. Это флот разобьется. Зачем ты это сделал, Лиан? Зачем? Берем одно яйцо, берем второе яйцо и прямо туда. Отличный завтрак для успешных людей. Овощи нужно мыть. В этом холодильнике лук заморозился. Жесть. Взбиваем яйцо. А до какой степени нужно его, интересно, взбивать? Режем овощи. Мы решили добавить много лука. Еще нужно туда добавить перец. Но не буду этот перец, кстати, мы и так добавим. Нужно добавить черный молотый перец, чтобы было остренько. Вроде нормально. Отлично. Интересный очень сэндвич. Я пробовала такое же делать в своем ролике, но у меня было немножко по-другому. А это такой прям овощной. Кстати, в них в рецепте еще идет обычный лук, но у нас его не было, поэтому мы ограничились. Хэштег ограниченные. Добавим туда сахар, чтобы проверить на червей. Добавляем нашу смесь на прогретую предварительно маслом в сковороду. Что? Да. Слушай, прям как в ТикТоке выглядит. Пока что выглядит да. Теперь мы берем два кусочка хлеба и выкладываем их прямо сюда. Все, ждем, пока это немножко припечется. Хлеб слился с яйцом. Выглядит это очень красиво. Смотри, вот так двигается. О, уже совсем скоро можно будет пробовать его переворачивать. Лиана будет пробовать его переворачивать. Давай. О, оно реально... Оно перевернулось, ты молодец. Блин. Ты молодец, ты это сделала. Выглядит очень аппетитно и пахнет класс. Смотри, как это круто выглядит. Я хочу это как можно скорее уже есть. Сейчас главный маневр. Нужно яйцо уместить прямо на клев. И вот так. Блин. Шесть. Блин, оно выглядит... Мы создали его. Оно выглядит офигенно. И это получилось. И получилось это сделать. Это заняло всего пять минут. Лиана, посмотри, посмотри, какой он сочный. Обед готов. Кушай. Ивангарь поставил лайк, поставьте его. Это очень вкусно. Определенно этот лайфхак работает. Давайте попробуем лайфхак номер два. Шаг номер один. Достаем молоко и греем его в микроволновке. Я вообще не представляю, как это должно получиться. В горячем молоке, рассмотрите мороженое, получится коктейль. Очень странно звучит. Но мы проверим. Наливаем молоко. И греем молоко. Я думаю, надо поставить его секунд на 30-40, чтобы оно не укипело. А дальше по ситуации. Достаем мороженое. Мороженое. Между прочим, мороженое киткат. Ты любишь киткат? Да. Ты флексишь? Я под звук микроволновки. Добавляем мороженое прямо туда. Заливаем мороженое горячим молочком. Тикток придумывает гениальные вещи. Блин, смотри, что происходит. Всплыло, как половок. И оно... Ну, оно тает. Летает. Оно растает. Что-то как-то оно не сильно стремится растаять. Хотя оно вроде как тает, да? Мне кажется, в тиктоке они хитрят. И ускоренно все делают. 100%. Может нам сделать рубрику «Разоблачение мифов из тиктока»? Кто хочет, пишите в комментарии. Мороженое подтаяло. Там осталось совсем немного, но это ерунда. Я думаю, самое время добавить туда кофе из тиктока. Теперь нужно сделать заготовку для кофейных напитков. Для этого нужно будет просто сварить кофе и остудить его. Оставляем. Пусть остывает. Кофе из тиктока. Я боюсь просто убрать сейчас и налить туда много кофе, поэтому буду с ложечки его добавлять. Знаешь, что я думаю, нам надо сделать вот так. Примерно столько кофе, я считаю, нужно добавить. Посмотри, там прям пенка поднялась. Такой крем. Да. Мне сейчас не очень. Можно попробовать добавить нутеллу, но мне кажется, нутеллу не спасет. Попробуй ты. Мне уже страшно. Мороженое, когда тает, оно теряет свой прекрасный вкус сладости. Реально не очень. Попробуй коктейль. Из мороженки. Из мороженки? Это мороженый коктейль. Реально. Я вижу, там что-то сверху есть. Кофе из тиктока плюс мороженое. Вау. Нет. Нет? Это кофе из тиктока, 100% пляна. Нет, это не кофе из тиктока. Зачем ты делаешь вид, что тебе это нравится? Это же не вкусно. Слишком пресно. Попробуйте. Ну, это. Миша не выигрывает. Можно ничего не говорить? Капец ты дед. Короче, мне кажется, только что мы видели наглядный пример того, что коктейль не самый лучший и не надо. А еще, короче, пока я была в Питере, вот как раз мы снимали видосики с Лианой, с Дашей, с Кариной. Мне, оказалось, сделали огромную-огромную-огромную картину в Майнкрафте. Я такая, что на ней? Ну, в общем, короче, вот так это выглядит. Я в шоке. Посмотрите видос. Сзади мусор, но лучше посмотрите видос. Ссылочку в описании я оставлю. Следующий рецепт, который мы будем проверять, это рецепт вот таких вот. Я даже не знаю, что это, типа, блинчики или что это хлебные? Я не знаю. С клубникой и нутеллой. Какие-то роллы. Мне кажется, это очень вкусно, кстати. Да, это должно быть очень вкусно. И выглядит это супер-мега просто, поэтому давай попробуем это сделать. Го. Хлеб, нутелла, яйца. А также здесь нужна будет только клубника. Хлеб, его нужно раскатать. Даш, мне нужна скалка. На свинье. Блин, а чем мне хлеб раскатать? У нас была ваза, но Данила я сломал. Черт, тогда мне нужен стакан. Данил ноготь сломал. Зачем ты ноготь сломал? Мне нужна бутылка, на которую не надо садиться. Если у вас нет скалки, вы берете хлеб, вы берете чашу. И раскатываете хлеб чашей. Золотая чаша. Даша, рубрика вопрос-ответ. В чем проблема? В чем твоя проблема, Даша? Ни в чем. Мне спрашивают, хотела бы нагорчать грудь, были комплексы. Я сейчас ставлю фотографии с своими огромными сиськами. Я говорю, что нет, какие комплексы с такой огромной грудью? Даша, ты знаешь, что ты прилегла на чужой пах? Хлебная жаба. Отрезаем все лишнее. Вань, хлеба хочешь? Хлеба хочешь? Может быть, тут кто-то хлеб хочет? Хлеба хочешь? Хлеба хочешь? Хлеба хочешь? Надеюсь, оно выглядит должно именно так. Но, кстати говоря, раскаталось неплохо. Прям кусок теста. Вот, готовый продукт. Смотрите, выглядит как лаваш. Зашибись. Кстати, вы уже видели, какие ногти мне сделала Даша Граф? Вот, такие вот ногти она мне сделала, девчуля. Просто аж издеть можно, как это круто. На самом деле, они были еще круче, потому что у всех у них были волосы. Но это уже вы можете на ее канале посмотреть. Режем клубнику. Блин, она так ароматно пахнет. Готово заготовки из клубники. Посмотрите, какие сочные, ароматные, какие влажные, какие красные. Выглядят странно. Вкусно. Где яйцо? Разбиваем. Разогреваем сковороду. Добавляем масло. Теперь на наши раскатанные вот эти вот хлебные штуки намазываем нутеллу и клубнику. И заворачиваем роллы. Добавляем нутеллу сюда. В один угол. И на нутеллу кладем клубнику. Вот так вот. Чтобы не сильно многое было. Блин, смотри, это реально получается. Оно получается как полноценный ролл. Получилось? Охренеть. Реально это рабочая пока тема. Я тебе клянусь, я секунду назад об этом думала. Я просто об этом думала только что. Как это работает? Клади сюда. Куда это вот хорошее? Отличный. Так, я окунула, короче, первый. Это похоже на блины. Слушай, я думаю, давай попробуем сделать три с яйцом и два без яйца. Потому что я даже не знаю, как будет вкуснее. Но мне кажется, это и без яйца тоже хорошо должно быть. Смотри, они похожи на блинчики. Можешь подснять? Вот, красота какая. Берем, пробуем. С яйцом или без? Ой. Она упала мне на ногу. Я взяла с яйцом. Капец, это что? Лена? Это что такое? Это еда богов. Это пипец как вкусно. Обязательно попробуйте делать этот рецепт, потому что это реально водно. Нормально. У бабушки пирог похожий был. Ммм, это круто. Ой, это вкусно. И сейчас я нашла просто самый простой рецепт. Я уверена, у каждого дома есть какое-нибудь старое варенье или старый джем, или какой-нибудь сироп, на крайний случай, который, если типа скомбинировать со спрайтом, вместе с прайтом, и добавить туда сверху апельсиновый сок, будет мне крутой напиток. Мне кажется, реально круто. Я такой недавно пила в кофейне. И мне понравилось. И сколько ты дала за такой напиток? Рублей 300? Да. Ага. А тут, наверное, цена вопроса рублей 90. Да не, мне кажется, даже меньше. Даже меньше. Что ж? Просто спрейт варенье. Хай-ю-хай. Я кое-что нашла. Давайте проверим, что я нашла. Кажется, это нога. Почему нога отдельно от тела? Лед, варенье, спрайт и сок. Сок. Варенье. Спрайт. Лед. Предварительно сделанный. Смотрите, как любезно я его сделала. Тут все вечно идут лить чипсы. Я тоже хочу их есть. Как думаете, с кем мне лучше поесть? Может быть, поесть чипсы с Авангаем или поесть чипсы все-таки с Какаши? Я даже не знаю, кто мне ближе. И Ванга с одной стороны блогер, а Какаши с другой стороны как бы Наруто. Какой сегодня день? Может быть, сегодня день соли или день узбекского плова? Или, может быть, вот этот день? Я не знаю. Дней так много. Я одна. Малая версия, женская версия пафузных китов. Скажите, пожалуйста, а какой сегодня день? Вы вообще в этом разбираетесь? А можете, пожалуйста, интервью дать? Нет, вы не можете дать интервью. Вам больше интересен лейс? Смотри, я открыла лейс, ты хочешь понюхать их? Так, ладно, коту это перестало быть интересной, я это съем. На случай, если лайфхаки не сработают, есть чипсы. Да, кот? Кстати, обратите внимание, что мой кот, который как бы самец, он пафосно киться, а кошечка, которая здесь, она как бы кот. Вот так это выглядит. Подготовка Be Like. Кот, Be Like. По-моему, это выглядит очень изи. Да. Капец, он очень выглядит прикольно. Видишь, вот так его достаешь, короче, запишешь и у тебя... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попытка номер 2. Лед. Добавляем теперь туда варенье несколько ложек. Слушай, я думаю, оно не протечет вниз. Типа, оно же плотное. Да нет, нормально, смотри. Я думала, будет гораздо хуже. Оно выглядит даже неплохо. Отлично. Добавляем спрайт. Наверное, он приколит получится. Мне кажется, что да. Добавляем еще раз лед сверху. Вот так. И теперь добавляй туда сок. О, он реально расслоился. Он реально расслоился, Лена. У нас получилось. Просто вау. Я попробую это. Давай трубочку, чтобы было прям вообще красиво. Ну-ка. Норм? Охренеть. Реально нормально? Я тебе отвечаю. Блин. Скажи топово. Очень топово. Очень быстро, очень вкусно. И вкус необычный. Это не просто спрайк. Дим! Когда просто люди все работают, а мы со своими напитками. Дим! Я смотрю на сиськи Даши, окей? Реально. Смотрите, с нами Даша. Это не настоящая сиська. Пробуй. Вот это куда вкуснее. То была полная фигня. Это второй напиток. Нам нужны экспертные мнения. Надеюсь, я не умру от него. Ну что, как тебе этот напиток? Это намного вкуснее, чем так. Сейчас я покажу. Как вы это назовете? Это мохито с тулой собаки. А что это вообще? Мохито с тулой собаки. Это варенье от гусиновый сок и спрайт. Мне почему кажется, что ваш кот все время какой-то забитый? Почему он всегда где-то сидит? Сейчас он сидит у обуви просто. А что за отчаяние? Моеньки, поехали со мной к Эвилу? Даша его мучает. Это реально секретная информация. Что? Отведай наш напиток. Мы специально для тебя его приготовили. А что это? Карин, ты единственный человек, которому это не понравилось. А сейчас попробуем следующий рецепт. Я все-таки не верю, что напиток из мороженого должен быть таким отстойным, как был предыдущий. Давай попробуем проверить вот этот лайфхак. Да, мне кажется, с этой мороженкой будет получше. Попытка мороженого напитка номер 2. А теперь будет вот такое мороженое. И надеюсь, ничего не будет, как раньше. Точно так же добавляем его в чашу. Ну нормально, слушай. Молоко. Кстати, это тоже неплохой лайфхак. Если вы наливаете молоко вот так, то у вас ничего не проливается. Вау, проверенный. Если ты наливаешь молоко так, то можешь пролить. Но если ты так, то ты никогда не прольешь. Живи теперь с этой информацией. Греем молочко. Билайк. Нутелла. Заливаем мороженое. И размешиваем его прямо с этой палки. Слушай, Леонна, в этот раз выглядит гораздо прикольнее, потому что шоколад смешивается с молоком. И смотри, получается прям все такое супер шоколадное. Реально круто. Леонна не удержалась, решила попробовать. Фигня? Нет, это реально нормально. Да ладно? Это как горячий шоколад. Серьезно? Ну как бы приятно очень. Теперь мы должны взять нутеллу, потому что у нас нет шоколадного сиропа, и промазать ее по стенкам. Надеюсь, получится. Да, по стенкам? Да, прям вот так вот. Не понимаю, в чем смысл. Ну, типа для красоты. Ну, наверное, для красоты. Потому что я не думаю, что какой-то практический элемент в этом есть. Но выглядит прикольно. Прям какой-то зебра получается. Ну, или не зебра. Тут уже как вам больше нравится. И добавляй теперь кофе. Ну-ка. Кто первое пробует? Я. Давай. Не говори свое мнение. И я не скажу свое мнение. А дадим потом всем попробовать. Карина, мы идем к тебе. Это безвкусно. Это безвкусно. Мнение номер один. Пока что этот напиток предварительно напиток Дарьи Граф. Дим! Окей, он теплый. Думай о том, что ты Дарьи Граф. Это первый напиток, только лучше. Да. Вы его изменили. Тут видно, даже мороженое плавает, как и было. Там другое. Обмануть меня захотели. Но он вкусный. Миш! Попробуй напиток Дарьи Граф. Это вкуснее, но мне все равно не нравится. Что же, ребята, вот такая проверка ТикТок лайфхаков у нас получилась. А для этого ставьте лайк на это видео и не забудьте написать, какого цвета у вас лайк. Потому что мы вот, например, ХЗМ. Да, мы забыли. Переходите на мой канал. Смотрите, как мы проверяем суперинтересные лайфхаки, где из клубники, возможно, вырезать черви. А возможно, нет. Зачем ты напомнила про это? Просто зачем ты напомнила про это? Зачем ты пропомнила это? Пока, ребят. Короче, не забывайте про червей. Продолжение следует...